В эфире новости на губернии 33 в студии Илья Лопушенко. Здравствуйте. В начале выпуска о цифрах. За прошедшие сутки в регионе зарегистрировали 100 новых случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии число заболевших COVID-19 увеличилось до 9810 человек. Лидирует по приросту зараженных город Владимир, где 21 новый случай. 16 заболевших в Гусь-Хрустальном районе, 15 в Муромском, по 8 новых случаев в Ковровском и Петушинском районах, 7 в Везняковском, 5 в Камешковском районе, по 3 в Юрьевпольском, Александровском, Кольчугинском и Селивановском, по 2 новых пациента с COVID-19 в Собинском, Судогодском и Меленковском районах, по 1 в Суздальском и Киржачском. За последние сутки от коронавируса в регионе выздоровели 77 человек. Летальных случаев нет. И к другим новостям. На Октябрьском рынке в Коврове произошел взрыв. Это случилось накануне утром. Инцидент зафиксировала камера видеонаблюдения. Происшествие стало итогом бытового конфликта на почве ревности. Как сообщает в Следственном комитете, 43-летний житель Коврова приехал на рынок, чтобы выяснить отношения со своей знакомой. На кадрах видно, что произошла потасовка между двумя мужчинами. Во время ссоры взорвалась граната, которую принес с собой ревнивец. В результате сам мужчина и еще двое человек получили ранения и были доставлены в местную больницу. Как сообщают очевидцы произошедшего в соцсетях, инициатор конфликта лишился части правой руки. На мужчину Следственный комитет завел уголовное дело по статье «Покушение на убийство», совершенное общеопасным способом. Бывшему главному врачу больницы скорой помощи города Владимир Евгению Яскину продлили домашний арест еще на полгода. Предварительное судебное заседание по его делу состоялось сегодня в Октябрьском районном суде. Перед началом заседания адвокат подсудимого попросила суд провести слушание в закрытом для представителей СМИ режиме. Она отметила, что Евгений Яскин имеет заболевание и не хотел бы, чтобы его персональные данные стали известны. Однако судья не нашел оснований запретить присутствие журналистов в зале. Защита также настаивала на смягчении меры пресечения. Судья отказал смягчить меру пресечения Яскину. Он напомнил, что бывший главный врач Красного Креста обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Установлено, что Евгений Яскин получил 1 миллион 750 тысяч рублей от коммерческой структуры за содействие на электронных торгах по поставке медицинского оборудования. В ходе следствия Яскин признал свою вину, выплатил сумму взятки и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Поэтому дело будет рассмотрено в особом порядке. Следующее судебное заседание состоится 11 ноября. В Ковровском районе будет создана особая экономическая зона. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. На территории особой экономической зоны промышленно-производственного типа Доброград-1 будут действовать налоговые льготы и другие преференции, которые должны привлечь инвесторов. Там разместят предприятия по изготовлению мебели, текстиля, пенополиуретана, а также завод среднего машиностроения. Запуск этого масштабного проекта в Ковровском районе поможет создать более 500 новых рабочих мест и привлечет во Владимирскую область более 2,5 миллиардов рублей инвестиций. Создавая вот такой мощнейший кластер, особую экономическую зону на территории нашей области и в частности Ковровского района, мы решаем ряд проблем. Это снижаем оттоп в квалифицированных кадрах, ну кроме конечно привлечения огромных инвестиций, увеличение импортозмещения в целом в Российской Федерации, решение проблем экспортных, экспортного направления. За горячую воду по золотому тарифу жители города Радужный не могут добиться перерасчета за услугу. Они уверены, местные коммунальщики их обманывают не первый год и не хотят вернуть им деньги. Люди дошли до суда, но до сих пор ситуация не сдвинулась с мертвой точки. В чем причина, разбиралась Наталья Забнина. Квитанции за коммуналку Аркадий Синьянц каждый месяц ждет с замиранием сердца. Он собственник двушки и исправно отдает деньги по счетам. Выяснилось, что он серьезно переплатил местной управляющей организации МУП ЖКХ за подогрев горячей воды. И в такой ситуации оказались жители еще 72 многоквартирных домов. По отношению к предписаниям у них была предпринята тактика затягивания этого вопроса. То есть были поданы фиктивные иски, якобы оспаривающие предписания и само постановление. Но по ним не проплачивалась госпошлина, представители не появлялись на суде и исковое заявление оставляли без возвращения. Вся эта информация есть в открытом доступе на сайте арбитражного суда. В итоге коммунальщики оказались должны Аркадию больше 7 тысяч рублей. Это, пожалуй, самая небольшая сумма по сравнению с теми платежами, которые регулярно приходят другим горожанам. Ответы управляющей организации сводятся к одному. Вопрос о проведении перерасчета за горячую воду по нормативу будет решен после вынесения арбитражным судом решения об определении количества теплоэнергии на подогрев холодной воды для предоставления услуги по горячему водоснабжению между управляющей и ресурсоснабжающей организациями. Основная проблема, говорит депутат законодательного собрания Андрей Маринин, заключается в сложной системе управления городским коммунальным хозяйством. Услуга горячего водоснабжения в Радужном имеет двухкомпонентный тариф. Он включает в себя стоимость подачи и холодной воды, и тепловой энергии, затраченной для её подогрева. За это отвечают специалисты предприятия «Радуга Энерго». На счета жителям выставляют не они, а управляющая организация МУП ЖКХ. Эксперты утверждают, что сотрудники муниципального предприятия нарушают условия договора с энергетиками. Вместо оплаты по показаниям счётчика делают это по нормативу. Вопрос на самом деле острый, и обсуждение его идёт уже давно. На данный момент этот вопрос решается в суде. Вопросов много. Вопросов много. Вопросы не только по горячей воде. Вопросы по неплатежам населения. Вопросов довольно много и других. Коммунальщики действительно работают по нормативу на потребление коммунальных услуг. В регионе цифра официально установлена 0,675 гикокалорий за 1 кубометр. А энергетики требуют от коммунальщиков оплаты своей услуги, основываясь на данных общедомовых приборов учёта. Разница между этими показаниями колоссальная. Из-за этого муниципальное предприятие задолжало более 50 миллионов рублей и энергетикам, и жителям. Для меня это совершенно очевидная коррупция. Вот конфликт интересов. Дело в том, что у нас, я ещё раз говорю, есть вот такая вот незакрытая любовь между МУП ЖКХ, между администрацией Радужного и между ЗАО «Радуга Энерго». Ну, хотелось бы, чтобы МУП ЖКХ, конечно, была бы независимой организацией. И если бы это было так, они давно бы через суд уже все эти деньги возместили, и жители были бы довольны. Со слов активистов, многие собственники квартир хотя бы раз официально обращались в различные инстанции, чтобы коммунальщики сделали перерасчёт и вернули деньги. В некоторых случаях речь идёт о солидных суммах до 100 тысяч рублей. Официально ситуацию нам отказали скомментировать и в управляющей организации, и в администрации Радужного. Власти города ждут судебного решения по делу. Но нарушения есть, и это констатируют в областной государственной жилищной инспекции. В 2020 году юридическому лицу МУП ЖКХ «Зато город Радужный» инспекции были выданы аналогичные предписания о перерасчёте размера платы за горячее водоснабжение жителям всего города Радужный. После принятия судом решений и вступления их в силу, а также снятия ограничений по проведению проверок, инспекции будут проведены проверки исполнения предписаний. Решение суда будет известно в ближайшее время. Выплатить ли долги коммунальщики – большой вопрос, ведь речь идёт о десятках миллионов рублей. Таких денег, уверены жители, в МУП ЖКХ нет. Мы будем следить за развитием событий, и этот материал редакция телеканала просит считать официальным запросом в прокуратуру Владимирской области. Наталья Забнина и Олег Маньков, Губерния, 33. Незаконный тупик во дворе. В посёлке Ставрово жители многоквартирного дома отказываются убирать высокий бордюр в сквозном проезде. Сотрудники МЧС выяснили, что ремонт выполнен с нарушениями пожарной безопасности. Что может грозить жильцам дома, расскажет Елена Павлова. Дом очень высокий, сами видите. То есть, и когда мы тоже на следующий год будем делать придомовую территорию, соответственно, будем облагораживаться уже асфальтом, да, вот мы вот такого делать не стали. Четвёртый месяц жильцы 15-го дома по улице Юбилейной не могут добиться, чтобы во дворе убрали высокий бордюр. Установить его захотели жители соседней многоэтажки по программе благоустройства. Таким образом, они решили перекрыть сквозной проезд. Проект был согласован с местной администрацией. Я считаю, что это, конечно, попираются уже права собственников Юбилейной 15. Они ничего не обязаны. Испокон веков это был сквозной проезд, а закрывать его было просто нельзя. Понимать, что это будет. То есть, соответственно, время тужения пожаров увеличится, время пребывания скорой помощи и доставки пациентов в больницу увеличится. Из-за такой преграды из двора стало не только неудобно выезжать на машине. Даже перешагивать высокий бордюр многим приходится с трудом. С этим поребриком учимся. Для нас разворот невозможен стал. Для людей невозможно пройти. Для мамочек с колясками на велосипедах. Пожилые люди тоже не могут перейти этот поребрик. Приходится обходить. Местные жители уверены, что жильцов из соседнего дома будет устраивать такая ситуация до первой серьезной беды. Из-за отсутствия разворотной площадки и сплошного проезда к зданию могут вовремя не подъехать пожарные или скорая помощь. Сколько раз я пересекалась, когда вечером поздно возвращалась на машине, пересекалась со скорой машиной, которая просто ей приходится столько маневров сделать, чтобы меня пропустить на парковку. И далее самой пятиться назад. Убрать бордюр жители дома номер 12 по улице Комсомольской должны были еще в сентябре. Что проезд не соответствует требованиям пожарной безопасности, после проверки установили сотрудники МЧС. Бордюр жильцы дома решили не убирать, а в ответе указали, что все требования выполнены. Учитывая вновь поступающее обращение граждан, будет осуществлен выезд на место, в ходе которого будет дана оценка выполнения данного предостережения. В случае неисполнения данного предостережения в органы прокуратуры будут направлены документы для согласования внеплановой проверки в отношении ТСН Комсомольской 12. После внеплановой проверки собственники, установившие бордюр, могут получить предупреждение или штраф в размере до 200 тысяч рублей. Но почему проект был согласован местными чиновниками? Оперативного ответа от администрации поселка Ставрово нам получить не удалось. Елена Павлова, Дмитрий Шаталов, Губерния, 33. В Ставровской детской музыкальной школе завершается масштабный ремонт. В этом году на эти цели учебное заведение получило более 11 миллионов рублей из федерального, областного и местного бюджетов. Из-за пандемии сроки строительных работ сместились. Ремонт начался только в июле и должен закончиться через две недели. Рабочим еще предстоит сделать цоколь и покрасить фасад здания. По плану у нас был капитальный ремонт ограждений школы, капитальный ремонт кровли здания. И основной вид работы – это наш фасад. Немножечко мы задели внутри, чуть-чуть до 1 сентября успели сделать. Это актовый зал наш и санузлы. А так основная работа – это, конечно, наружные. То есть учебный процесс не пострадал, дети пришли 1 сентября в школу, дети учились. Долгожданному ремонту директор детской музыкальной школы подошел творчески. Оформлять пространство и подбирать подходящее сочетание цветов помогал выпускник художественного отделения. Особое внимание в проекте уделили крыши постройки. Не как у всех, она не металлическая, она мягкая черепица. В поселке таких крыш нет, очень интересная. Мы туда водрузили сверху трубу такую красивую, на которую посадили флюгер петуха нашего. Наверное, петух – это символ начала нового дня, каких-то новых надежд. Поэтому будет символизировать, встречать будет наших замечательных детишек. Это были все главные новости к этому часу. Берегите себя, не забывайте носить маски в общественных местах. Оставайтесь на губернии 33. О главных событиях этого дня мы расскажем вам в итоговом выпуске новостей в 19.00.